Я тоже этого не ожидал, и президент России об этом сказал. Он не ожидал такого выпада от Ангела Меркель. Она поступила мелко, мерзко. Она хочет быть в тренде. Минские соглашения и позиция Меркель, как и других, в том числе и Порошенко, были тогда очень серьезны. Весь мир говорил о том, что, ну, наконец, сделали шаг и подписали эти соглашения. Прекратилась война или стали гибнуть люди. И сегодня на том фоне разговаривать о том, что они с Порошенко, ну, считай, этот Оланд, которого она за руку водила на моих глазах, они якобы провели тайную операцию, обманули там всех, прежде всего Россию, Путина и всех в мире, дали паузу, возможность, армию украинскую подготовить к этой войне. Если бы это было так, это слишком просто. Знаете, вот обманули, подготовились к войне и воюют сейчас. Ну, если это так, это не так, но если так, чего тогда выть и стянать, что идет война. Вы к ней готовились. А мы точно знаем в ближайшее время, я Путину сказал, мы обнародуем эти факты, как они должны были после 20-го года мятежа в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области стата, войсками захватят у нас власть, начать войну против России с Донбасса. Причиной должно послужить то, что Россия захватила чужие территории. Туда должна была начаться война в 21-м, может, в 22-м году. Россия сработала на опережение. Поэтому не надо Россию упрекать в силу заявлений Порошенко-Меркель, лживых заявлений, что Россия начала войну. О них Меркель и Порошенко хотят показать свою значимость, что украинская армия, смотрите, воюет, сопротивляется одной из сильнейших армий мира, потому что мы обманули тогда в Минске, всех и мир весь обманули, и Россию, и так далее. Мелко и мерзко. Не похоже на Меркель. Неправда, что они это делали для того, чтобы обмануть. Все было серьезно. То, что говорит сегодня Меркель, вторая Порошенко, это мерзко. Это тренд. И они хотят в нем быть. Второе. Меркель не хочет, чтобы ее сегодня на фоне событий в Украине обвиняли. Слушай, ну ты там, ты же ездила с Оландом, представляла Европу, и ты толкала Украину не туда, куда надо. Она начинает оправдываться. Еще раз подчеркиваю, мерзко и недостойно. Лучше сидела бы и не вылазила. Примитивная штамповка коллективным западом бездумных пакетных экономических санкций начинает затихать. Об этом Александр Лукашенко заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Переговоры прошли в два этапа. Сперва лидеры пообщались за закрытыми дверями. Как отметил президент Беларуси, узким составом удалось как никогда предметно обсудить повестку дня. В ней порядка двух десятков вопросов. От развития промышленной кооперации до устранения барьеров во взаимной торговле. В целом, как отметили участники саммита, 2022-й для евразийской интеграции во многом был успешным. Чего не ожидали на Западе. ЕАЭС доказал свою эффективность. Стороны убеждены в дальнейшем углублении интеграции. У Беларуси свой взгляд на этот процесс. Президент Беларуси озвучил ряд предложений. Так, в частности, Александр Лукашенко убежден, что не стоит медлить созданием самых современных совместных производств. Необходимо во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему нашего союза. Я говорю о финансах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться национальных валют. В Беларуси и Россия уже ушли в основных расчетах от доллара. Важно, чтобы и другие партнеры активно подключились к этому процессу. На заседании Высшего Совета в мае этого года мы договаривались предметно рассмотреть вопрос об устранении препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. Считаю, что у нас в принципе не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Это суть организации нашего союза. Это решить две главнейшие задачи по обеспечению национальных рынков товарами критического импорта и координации действий при экспорте стратегически важных товаров, в первую очередь продовольствия. Но сегодня реальность такова, что мы по-прежнему продолжаем бороться с последствиями решений, принимаемых в одностороннем порядке на национальном уровне. При этом поиск взаимоприемлемых решений по проблемным вопросам растягивается на долгие месяцы. Совещаний порой много, решений мало. Считаю, что комиссия должна максимально усилить работу в указанном направлении. Нужно также уделить первостепенное внимание повышению международного авторитета и конкурентоспособности нашего союза. Последние события показали, что далеко не все согласны с дальнейшим совершенствованием однополярного мира. Как следствие, растет роль таких интеграционных объединений, как ШОС, БРИКС. И наш союз, ЕАЭС, должен идти с ними в ногу. Более того, полагаю, настало время для проведения саммита стран-членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Добавлю саммит в Бишкеке. Заключительная встреча лидеров «пятерки» в уходящем году. По итогам встречи принято 15 документов. Председательство в Союзе переходит в Россию. После завершения саммита Александр Лукашенко планировал отправиться на официальный прием от имени президента Кыргызстана. Но, как это часто бывает, на полях важных политических мероприятий главу белорусского государства задержали журналисты. Как известно, наш президент никогда не отказывает в общении репортера. У Александра Лукашенко попросили прокомментировать недавнее высказывание экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая заявила, что в Минске соглашения были подписаны с целью дать Украине время. Это позволило стране стать сильнее. Такие признания выглядят, по крайней мере, странно, поскольку именно Меркель являлась одним из участников разработки минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе. А после такого заявления бывшего немецкого канцлера очевидно, что Запад не заинтересован в мирном разрешении конфликта. В продолжение темы Александр Лукашенко назвал условия для восстановления мира в Украине. Необходимо сесть за стол переговоров и в тишине обсудить все проблемы. Спросили у белорусского лидера и о газовом вопросе. Глава государства рассказал, что главное в цене на российское топливо и устраивает ли она Беларусь. Вопрос следует не в том, какие цены у нас. Вопрос, если уж мы пошли на глубокую кооперацию с Россией, как раз причина этому и бешенства в мире, и войны, и пандемии, и прочее. Вопрос в том, чтобы при нашей теснейшей интеграции для субъектов хозяйства были равные возможности. Часто провожу пример. Ваше тепличное хозяйство и наше тепличное хозяйство. Там отдельный вес тепла, очень огромное электричество, тепло. Если вы получаете по 60 или 80 долларов тепличное хозяйство газа, а мы на границе получаем там 120 долларов, к примеру, газ, ну какие здесь равные условия? Я не смогу товар свой продать у вас на рынке, а если и могу, то мне надо зарплаты урезать и прочее, чтобы конкурировать с ценой. Поэтому главное не газ, а равные условия. Пусть газ будет и 1600 долларов, как в Европе, не дай бог, конечно, но равным в России и Беларуси. Вот это для нас важный элемент. Но мы договоримся. Президент Беларуси отметил, что в ближайшее время встретиться с Владимиром Путиным. Главными темами разговора станут экономика и вопросы безопасности.